Сегодня мы с вами в удивительной теме, которая называется кишки, кишки и сосуды. Вот для того, чтобы мы хорошо переваривали и усваивали питательные вещества, у нас настолько тонкая структура кишечника, защищенная удивительной системой иммунитета. Когда говорят, иммунитет сидит в животе, посмотрите, верхние брежечные лимфоузлы, иммунитет самого кишечника, это множество лимфатических узелков, которые направляют иммунные клетки в то место кишечника, где идет повреждение. Как это? Что мужчина без простатита, что женщина без миомы, что человек без гастрита, гастродоуденита, колита, энтероколита, дискинезии желчеводящих путей, холецистопанкреатита. Это я вам читаю те диагнозы, с которыми пациенты сюда приходят. В чем тут проблема получается? И как нам все это восстанавливать? Конечно, оптимально со специалистом, который сам посмотрел в микроскоп ту микрофлору, которая живет у нас, и получили мы ее от мамы, живет на ворсинках кишечника. Что микроскопия показала у этой дамы у нас, которая сегодня у нас демонстрирует свой живот? Сгущение крови, то есть склеенные эритроциты, ввиду того, что много закисления в плазме на фоне непереваренных белков, жиров. То есть мы видели кристаллы мочевой кислоты, холестерин. Холестерин, белок. Посмотрите, какой у нас человек низкого веса. Всегда спрашивают, это проблемы только у толстых или проблемы у тонких? Проблемы и у толстых, и у тонких. В данном случае мы имеем снижение веса, или называется гипотрофия, да? И вдруг мы при низком весе или маленького ребенка в микроскоп видим холестерин, кристаллы. Мочевую кислоту, мочевая тоже здесь кислота у этой девушки присутствует. То есть мы говорим, белково-липидные комплексы не перевариваются. Когда мы смотрим, что же должно у нас участвовать в переваривании, чтобы мы могли усвоить пищевые вещества. Это вот такие удивительные ворсинки. Для того, чтобы их закровоснабжать и восстановить, а чаще всего они у нас микрофлоры устранены. Какая здесь микрофлора у нашей пациентки? Протозоинная микрофлора, грибковая флора, немножко бактериальная инфекция. То есть дисбиоз это мы называем одним словом. Микс инфекция. То есть должна быть микс инфекция в крови у нас? Вообще инфекция. Не должно быть. Кровь должна быть стерильной. Да, кровь должна быть стерильной. Если у нас с вами отсутствует синдром раздраженного кишечника, синдром избыточного бактериального роста, и если у нас отсутствует синдром повышенной проницаемости слизистых, через который микрофлора и попадает в кровь. Если видим в крови, значит есть язвенный процесс? Однозначно. Однозначно. Потому что когда мне пациенты звонят, у меня говорят, там все хорошо. И присылают мне на изменения слизистой до эрозий, язв и свящей. Господа гастроэнтерологи конкретно пишут. Кандидоз пищевода, кандидоз желудка, кандидоз кишечника. У этой дамы такое исследование было проведено? Не было. К нам приходят, я всегда говорю, только с заключением своего доктора. Обязательно. Если есть возможность заключения гастроэнтеролога с обследованием. Здесь ни обследование не проведено у нашей дамы. Ни гастроэнтеролог не написал нам заключение. Нет у нас заключения от гастроэнтеролога. Значит, в любом случае мы все равно стараемся во время проведения массажа обязательно направить к гастроэнтерологу, чтобы он написал конкретно диагноз. У нашей дамы снижается вес. Сколько лет уже снижается вес? С февраля. С февраля. То есть мы видим небольшой интервал, когда снизился вес. Вы ходили по этому поводу к доктору своему участковому? Да, пошла. Так, доктор участковый назначил консультацию гастроэнтеролога. Назначили гастроскопию. Гастроскопию. Вы сделали гастроскопию? Делала. Гастроскопию что нам показала? Полипы. Полипы. Гиперемия, наверное, да? У нас в истории болезни пациентке лежит это исследование. Диагноз выставлен гастрит, колит. Что поставлен? Какой диагноз? Резюме поставлен. Смешанный гастрит. Смешанный гастрит. Значит, мы имеем повреждение поверхности слизистой желудка. Недостаточность кардии. Недостаточность кардии. То есть мы имеем уже удлинение желудка. Значит, у нас заброс уже желчи в желудок идет. И гастроптоз. И гастроптоз. Опущение желудка. Я вам показывала всегда несколько вариантов желудка, когда он опущен. Для того, чтобы восстановить желудок, его мышечную стенку, нам нужно каждый день прилив крови делать к желудку, чтобы мышечная стенка, как на руке, накачалась у нас, и желудок тогда поднимется. Без ежедневного притока крови ничего не получается. В данном случае, когда мы диагностировали через брюшную аорту, самая криминальная зона у нашей дамы ручками. Тонкий. На данный момент, так как мы уже немножко работаем с дамой, мы каждый раз диагностируем, я каждый раз провожу диагностику. Каждый раз. Каждый раз провожу диагностику, смотрю, что поменялось в организме, что актуально на данный момент, какая зона напряжения на данный момент у нее актуальна. С тем и работаем. И вы дома так же делаете. На данный момент обязательно. Потому что что-то может поменяться. Могут условия поменяться рабочие, эмоциональные фонды. Ребята, смотрите, сколько у нас петель кишечника. Вот это и лимфа, а вот это у нас сосуды. И когда мы ставим пальчики на брюшную аорту, на пульсацию, у нас то местечко в кишечнике, которое не кровоснабжается, а стало быть, там идет нарушение переваривания, усвоения и размножения микрофлоры, у нас, и дамы, если посмотреть на этот рисуночек, самая криминальная зона. Это где все-таки? Ну, на сегодняшний момент, с чем дама пришла, пошел перекос таза, немножечко выкрутила его, он ротирован относительно позвоночного столба, ввиду того, что воспалительный процесс усилился на уровне селезеночного угла толстой кишки. Толстая кишка. Дальше, отрабатывая уже по схеме вот этот угол, я пришла к тому, что идет воспалительный процесс опять в поджелудочной железе, в желудке, и поджелудочная железа своим хвостом начала выдавливать, немножечко смещать со своей оси селезенку. Селезенка потянулась наверху, тянула за собой угол толстого кишечника, и за собой тянула таз. Так как здесь уже спайки есть. Поэтому вы остеопат у нас, вы висцеральщик, массажист. Так насколько с воспалением связаны нарушения остеопатические? Потому что остеопаты мне пишут. Причем здесь воспаление, Ольга Ивановна? Надо поправить остеопатически. Ну поправим мы остеопатически. Но органы в состоянии воспаления утащат. Все назад, да. К сожалению, у нас в остеопатии вообще понимания нет хронического воспалительного процесса живота, брюшной полости, желудочно-кишечного тракта. И ввиду того, что все пытаются поставить кости на место, думая, что они сами по себе съезжают, человек обязан приходить регулярно к остеопату на эту коррекцию. К сожалению. Ну а как же, да. У него нету домашних заданий, он не занимается дома, не поддерживает работу остеопата, поэтому через неделю у него все перекосило. Опять назад. Так как есть воспалительный процесс, связки закислены, есть спаечные... Это вам задание, чтобы такого не было. Только тогда мы вместе со специалистом, пациент, могут сделать эффект достаточный, чтобы восстановить вот эти удивительные ворсинки. И только тогда у нас начнет повышаться вес, понижаться вес, когда мы с вами каждую ворсинку закровоснабжаем. У нашей дамы получается при выпячивании животика достать ощущение в спине. Есть такое понятие? Да? Ну-ка надуйте нам животик. Как он у нас надувается, животик? Так, молодцы. Вот мы уже все видим, да? Вот. Насколько. И где боль? Сразу ручкой покажите. Где боль сразу появился? В поясничном отделе. Поэтому всегда рассказываю. Болит спина, лечи живот. Чего выдумывать-то, да? И при втягивании живота наша дама еще не научилась ловить боль. Попробуем втянуть животик. Вот, появилась боль. Видите? Боль в желудке. Вот вам уже самодиагностика. Вы представляете? Для того, чтобы правильно отработать животик, нужно именно обладать знаниями остеопатии, висцеральной коррекции, лимфатического массажа. И обладать знанием, как откорректировать хронический воспалительный процесс. К счастью, у нас есть микроскоп, да? К счастью, у нас есть виватон, который защелачивает. К счастью, у нас есть препараты, которые регулируют численность микрофлоры, которые мы увидели в микроскопе. Поэтому получаются результаты. Результаты есть у нашего доктора. И поэтому, если вы хотите получить коррекцию и остеопатическую, и висцеральную, и лимфатическую, то, пожалуйста, запись в нашем центре к такому специалисту. Но с вашей стороны должно быть исследование, какое обязательно? УЗИ брюшной полости, УЗИ органов малого таза, УЗИ почек и мочевого пузыря. И желательно гастроскопию и колоноскопию, если направляли. Чем больше информации будет у массажиста, у остеопата, о состоянии внутренних органов, тем эффективнее будет работа. А уж если у нас еще попадется такой пациент, который что-то с собой делает, делает с собой пациент, однозначно помнит, занимается обязательно лимфатическим массажем шеи, потому что животом руководит у нас голова. Молодец. Пропитку еще не делали ей? Ну, пока нет. Пока мы только мягкими средствами виватон начали. То есть Наташа еще у нас владеет и методикой пропитки виватоном для восстановления щелочности кишечного сока. И восстановление, самое важное, работы нашей собственной иммунной системы кишечника. Выведение брюшной аорты на ночь, работа с виватоном, коррекция у специалиста. Два раза в неделю достаточно живота корректировать у вас? У специалиста два раза в неделю достаточно. Можно и один раз в неделю, если человек дома занимается. Потому что без домашних заданий, к сожалению, прогресса не будет. Это вот, это обязательно. Это обязательное условие. Поэтому если пациент у нас отказывается самостоятельно работать, тогда мы отказываемся от пациента. Говорим, как мы один раз в неделю или два раза в неделю сможем вам поддерживать достаточность кровообращения в зоне нарушения и в зоне большого количества ворсинок. Потому что с ворсинок у нас всё пойдёт в позвоночник, костную ткань и качество. Костные ткани, которые вы нам показываете, поясничное дело, определяются качеством ворсинок, усвоением пищевых веществ. Тогда мы и накормим нашу косточку. И кальцием, и всеми другими элементами. Поэтому очень рада за нашу пациентку, что она взялась за себя. А тяжело было начать? Нет. Нет? Вы посмотрели меня в ютубе? Интересно даже было. Поэтому желаю вам... Интересов всем пожелаем. Интересно. Желание, наконец, восстановить и убрать свои проблемы. И, конечно, контроль у специалиста. Желательно, чтобы чья-то рука показала, как правильно положить. Потому что сами начинайте передавливать. Передавливают? Передавливают. Основная проблема – это передавливать. Как дуновение ветерка. Наташа, покажи, пожалуйста, как дуновение ветерка. Мы должны брюшную аорту трогать. Давление 5-10 грамм. Этого достаточно. Когда мы делаем работу с животиком, у нас какой критерий, Наташ, который рекомендует нам срочно остановиться в работе? Наличие острой боли. Или даже чуть-чуть. Чуть-чуть. Мы с болью не работаем. Работаем только с напряжением. Только с напряжением. Напряжение поймали – убирайте. Всем нам здоровья. И нашим докторам, и нашим пациентам. И терпения в ежедневных и обязательных мероприятиях. Удачи всем. Продолжение следует...